Вот и поспели первая партия таких редких экзотических коллекционных томатов. Я вот даже их все выкладывать не стала, оставила в лотках какие-то, потому что боюсь перепутать. Сейчас расскажу вам, какие где поспели и как они выглядят, хоть немножко кратко, а потом начнем дегустацию каждого-каждого сорта отдельно и буду более подробно рассказывать о каждом сорте. Ну, красавчики! Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 9 июля, время бежит очень быстро, прям скачет, у нас особенно жара, все-все-все. И вот наконец-то поспели вот эти вот мои иностранцы, экзоты, редкие коллекционные. Я вот сегодня вышла даже с тетрадкой, потому что я большинство их вообще не знаю, первый раз выращиваю. Я даже некоторые не стала выкладывать из лотков, боясь перепутать. Все они у меня подписаны по номерам, не дай бог я их спутаю, потому что я их еще не знаю, какой из них какой. Все подписаны, все с этикетками, но есть, которые не спутаешь ни с чем, конечно, а есть, которые немножко похожи. Я сейчас расскажу, где какие поспели, как они выглядят, буду ли я на будущий год высаживать их в теплицу, потому что некоторые из них доставили мне столько хлопот, что я сказала, нет-нет-нет, на будущий год, дорогие мои, пойдете на улицу вместе со всеми. В грунт, в Сибирь, в ссылку. Так, я специально взяла тетрадку, чтобы немножко... Я, конечно, все не смогу вам назвать, сортов очень много поспело, но, как вы понимаете, немножко этих, немножко этих, немножко этих первые кисти. Обо всех рассказать не смогу. Вот после этого видеоролика я займусь дегустацией, и там уже о каждом сорте я расскажу вот более подробно все, что я за этот короткий период, вот за 2-3 месяца выращивания я узнала. Я сразу говорю, что за первый год я никогда не делаю окончательную оценку какую-то томату, что нравится он мне, не нравится, буду выращивать, не буду, я обязательно пробую второй год и третий год. Почему? Вы уже сами знаете, я говорила, потому что растения адаптируются. Вот мне и Вета Сола, который из Латвии прислала, они здесь не росли, возможно, ни разу, эти томаты, они вообще прям натурально, стопроцентные иностранцы. Им может не понравиться первый год, но второй год они обязательно дадут мне лучший результат. Так, вот смотрите, поспел томат черноплодный кофе с молоком, но это я покупала на сайте, именно вот этот вот. Потом поспела говядина с куста, они меня удивили, шикарнейшие, сейчас попробую подниму, вот эти вот, я даже не взвешивала, но в руке очень тяжелый. И вот они, вот они, все плоды, вот такие вот. Это вот новый сорт, ни разу у меня такого не было, мне его... Ой, подожди, прислала Татьяна Орленко из Кисловодска. Вот эти вот томаты, вот которые сейчас называют, они, это всходы от 13 февраля. Большинство вот этих томатов были посеяны для выращивания в теплице, рано, то есть в феврале, в середине февраля они взошли. И выращивались в холодной теплице без подогрева. Если первый и второй сбор, я говорила, что они выращивались в первой теплице, где я подогревала, вот на эти томаты я ни одну маленькую, даже киловаттинку не истратила. Потом поспела еще клубника шлаутбах в этой же теплице, это второй вариант. Первый раз был с той теплицы, теперь со второй. Я уже сюда не стала приносить, потому что я уже про нее рассказывала. Потом поспел томат черные полосы, вообще новинка, номер 330 от Эветы Солы с Латвии. Потом поспел томат номер 309, а вот они, они огромные. Вот, видите, сейчас дотянусь тоже, прям такие тяжеленные. Вот они, это мне из Тулы Лариса Козлова прислала. Потом поспел такой же, только немножко это более приплюснутые, это высокие, тоже огромные такие. Это Зарева, я купила сама на сайте, выписывала. Потом, ну зеленые тайны личинки я вам видеоролик сняла, это вот такие вот зеленоплодные. У меня здесь только одна, они почему-то на первой кисти маленькие получились, а самые большие хорошие, вот вторая, третья кисть. Я потом о нем подробнее расскажу. Очень хороший томат, считается, я насчиталась про него, считается одним из лучших зеленоплодных томатов. Ну и, конечно, вот этот вот пришелец, мятежный звездный истребитель, ведущий американский сорт с антоцианом, тоже Ивета Соло прислала с Латвии. Такой же красавец, я прям любуюсь, занесло же его в Сибирь к нам. Прям это, как пасхальные яички. Вот эта кисть вот первая, потом Вольф Зоси, редкий коллекционный сорт, потом Гаргамель, я их зову Гаргамельки. Они прям как карамельки, как игрушечки, Гаргамельки. Потом Золотое сердце Америки поспело. Ослиные уши, польские, вот эти вот удлиненные. Я, это вот первый вариант ослиные уши, который мне прислали из-за границы. А второй вариант ослиные уши у меня растет на улице. Те, которые я купила, с именопочтой заказывала. И я хочу сравнить, одинаковые эти или нет. Те в нашей, какой-то нашей фирмы, а вот эти вот прислали мне заграничные друзья. Потом, вот, очень удивил меня, сейчас покажу вам. Прислала тоже Ивета Соло, номер 348, ананас Нойер, американский. Вот этот вот томат. Я долго на него смотрела, я не могла понять, он зеленый будет. Описание еще не смотрела, он зеленый будет или какой. И вот он идет какими-то пятнами неравномерными. Красное, зеленое, красное, зеленое, красное, зеленое. И до конца, вот он вызрел, он уже мягкий, и он все равно какой-то как пятнистый. Тоже поизучаю информацию о нем, расскажу вам. Вот какая-то 378, красотулька выросла. Потом, буракерские любимцы от Татьяны Орленко поспели. У меня буракерские любимцы с трех мест, от разных людей. И сидят в разных местах. Вот первые от Татьяны Орленко поспели, потом поспела египетская ладья от Ларисы Козловой. И если все их перечислять, вы видите, их тут много-много-много. Но, хочу сказать, и наши-то тоже дали хорошо. Вот это вот, так. 209-й Фиделио такие плоды завязал. Король Лондон это, вот Фиделио. Вот 209-й Фиделио такие сердца завязал. И Король Лондон, кстати, тоже. Я уже о нем делала описание, сегодня выложу, видела неподъемные плоды. Сердцевидные, тяжелые, но ясно, что вкусные. Ну и вот это наши поспели. Тут вот этот ранний 83, еще один сбор. Чеснок последний, ой, челнок последний дособирала. Хурма, золотые купола. Теперь уже вперемешку, не поймешь, где кто. Наши иностранцы, иностранцы наши. Сейчас буду делать дегустацию. Мне все пишут, что если вы ни разу не выращивали зарубежные сорта, вы сейчас начнете дегустировать. Вы оторваться не сможете, что намного вкуснее наших томатов. Не знаю, буду пробовать. Вот тут вот у меня интуитивная прозорливость есть. Потом еще какой-то первые кисти поспели. И хотя бы какая-то предварительная дегустация, предварительное мнение. Сейчас у меня уже сложится о них. Но мне нравятся и наши. Вот у меня позавчера 6-го, я был сбор массовый, 6-го июля. Золотые купола ела. Ну до чего же сладкие. Вот сладкий, прям медовый вкус. Все, до свидания. Сейчас будем приступать к дегустации. Это намного интереснее, чем вот просто смотреть. Нужно еще и попробовать.